МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И ХФ в лице Рене Фазеля заявила, что переносит чемпионат мира по хоккею из Минска в другой город. Я напомню, что игры должны были пройти в Минске и в Риге. Ну, теперь непонятно. Могу сказать сразу, Рига с чемпионатом мира в одиночку не справится, потому что там всего одна арена. И послепандемийная ситуация будет просто ужасающе. Более того, прошлый чемпионат мира по хоккею, который принимала Латвия, он, скажем так, прошел с переменным успехом, потому как цены на гостиницы и на питание были таковы, что люди жили в Литве, а приезжали на игры болельщики в Ригу. Ну, поглядим. Теперь по поводу первой победы Светланы Тихановской. Она пишет, значит, таким образом не будет дополнительной волны репрессий ради зачистки города перед турниром. Ах ты, какая ты умница! Светлана Тихановская, видимо, думает, что хоккей не сближает людей. Хоккей не заставил бы белорусов, которые придерживаются разных взглядов, сесть на одну трибуну и скандировать кричалки в поддержку своей команды. Вчера я говорил со своим другом, который живет в Минске, у которого есть свой бизнес. И если я воспроизведу все, что он сказал в адрес Тихановской, и что думают жители столицы Белоруссии, большинство жителей столицы Белоруссии, то этот ролик просто забанят. Госпожа Тихановская допустила катастрофическую ошибку, потому как потеряют и болельщики хоккея, потеряют и малый бизнес, и средний бизнес, и большой бизнес. Ну и, конечно же, имидж страны она подпортила не переносом чемпионата, а своим поведением, потому что так себя ведут только предатели. Я считаю, это именно так. Ну что, идем дальше. Идем дальше к новости. Знаете, несколько дней назад в социальных сетях российских громыхнул скандал. Есть такой хоспис, дом с маяком, к руководству которого имеет отношение Лидия Маниава. И вот на Лидию Маниаву написала заявление в опеку адвокат Сталина Гуревич. Написала не просто так. Дело в том, что Лидия Маниава некоторое время назад взяла опеку над мальчиком Колей, 12-летним. И вот, значит, смотрите. У мальчика, у мальчика масса заболеваний. Вот я вам сейчас перечислю. У него ДЦП, микроцефалия, эписиндром. И наверняка имеются диагнозы сопутствующие, но о них история умалчивает. Что же начала делать Лидия Маниава? Сначала она повезла мальчика Колю, который, ну, признаемся, ничего не соображает, в тату-салон. На второй этаж вот эту коляску с мальчиком, значит, громоздили. И ему прокололи ухо. Ребенку, который ничего не соображает, который тяжелейше болен, прокалывает ухо. И все это делается на афишу. Затем Лидия Маниава идет дальше. Она решает показать мальчику Коле город с высоты птичьего полета. Землю с высоты птичьего полета. И сажает его на вертолет. И пишет, что мальчик заснул. Наверное, ему не понравилось. Да нет, он от перепада давления чуть не умер, этот мальчик. Понимаете, Лидия? А вы его начали катать над Москвой. Потом Лидия начала утверждать, что место мальчика Коли в обычной школе. Простите, но я еще раз повторю. Ребенок ничего не соображает. Он не способен учиться нормально. И вот это все выставлялось на афишу. Медики многие известные. Просто люди, известные в области адвокаты. Да, юристы. Они возмущались этому. Они поражались. Зачем над ребенком издеваться так? Окружать его такой извращенной любовью. Громыхнул скандал. Набросились на Сталину Гуревича. Ну, тот факт, что на нее набросились, допустим, Бабченко и Бажена Рынска, говорит о многом. Говорит о том, что она права. На мой взгляд. И вот эта история с Колей продолжается. Кстати, у хосписа «Дом с маяком» были проблемы. Из-за учета наркотических препаратов он был оштрафован на 200 тысяч рублей. Потом у Маниавы какая-то маниакальная страсть. Вот Коля будет умирать, я не буду вызывать скорую. Пусть лучше отойдет так. Я когда почитал этот блог, ну не знаю, у меня какие-то вот перед глазами некрофилические хроники возникли. Такое впечатление было. Но идем дальше. Я понимаю, что «Дом с маяком» он делает и очень-очень много полезного. Но если вы занимаетесь благим делом госпожа Маниава, то зачем? Зачем? Афишировать, допустим, вот это. Смотрите. Значит, она пишет. «Я сегодня весь вечер следила за самолетом. Невозможно смотреть на фотографии прощания Алексея и Юли при задержании». Речь идет об Алексее Навальном. Путин делает Навальному такую биографию, что, мне кажется, даже те, кто раньше не поддерживал, сейчас уже встали на его сторону. В скобках. Я, например. Когда человека пытаются убить, задерживают ни за что, ни про что, важно быть на его стороне. И по опыту соседей, если сажать в тюрьму мужчин, оппозицию могут возглавить их жены. Госпожа Маниава, понимаете, в чем дело? Если вы помогаете детям, помогаете обездоленным и больным, это не значит, что вы женщина большого, всевеликого ума. Скорее всего, наоборот. Судя по тому, что я прочел. Потому что прежде, чем писать такие вещи, нужно вникнуть в проблему. А теперь к манипуляциям. Имея тысячи подписчиков, вы этим постом пытаетесь привлечь на сторону Навального многих и многих. А о чем говорит сейчас Навальный, я прокручу в видеозапись с его выступления. Я почитал комментарии, которые написали к посту Лидии Маниавы. И многие люди абсолютно правы. Если вы занимаетесь чем-то одним, не лезьте в другое. Не надо быть манипулятором госпожа Маниава. Понимаете? Там многие пишут, отдайте медальку, которую вам вручил Собянин. Как-то странно вы сразу пошли против власти, а? Вам не кажется? Или действительно опека нашла нарушения, которые могут дорого стоить? Но еще раз повторю. Вот эта вся псевдолиберальная тусовочка, которая стала на сторону Маниавы. Она показала свое истинное лицо. На Сталины Гуревич издевались над именем, тупили, над внешностью. То есть тупили, троллили. Что вы себе позволяете? Вы посмотрите на себя. У вас же каждый первый урод. Ну, я это говорю абсолютно серьезно. Хоть одну девушку красивую в своих рядах покажите. Поэтому не надо, госпожа Маниава, заниматься тем, что у вас не получается. И уж точно не надо топить за Навального. Хотя бы вот по той причине. Смотрите. Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выходы людей на улицы. Потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь. Выходите на улицы. Выходите не за меня. Выходите за себя и за свое будущее. Но он призывает людей выйти на улицу. Он призывает людей к Майдану. К тому, через что прошла Украина. Он призывает людей к кровопролитию. Но вы же видите, как он это делает. Ему верить нельзя. Чего уходит эта бункерная жаба? Вот я здесь сижу, и я вас призываю. Ну, я-то нормально отмажусь, а вы там пойдете. Понятно, что персонаж синтетический. Его даже арестовали. Посмотрите, вот вчера было заседание этого Химкинского суда. Ему предъявили не мошенничество в особо крупном размере, а ему предъявили то, за что он не сядет гарантированно. То, за что через 30 дней его можно будет выпустить. Ну, или чуть-чуть он посидит чуток. Но, если бы предъявили мошенничество в особо крупном размере, он бы сел надолго. Не стали. Значит, он нужен на свободе. Вот эта игра, херовенькая игра. Я сто раз говорил, сто первой, скажу, и тысячной. Она хорошим закончиться не может. Потому что этот ролик с призывом выходить на улицы. Он гуляет по сетям, и хомяки смотрят и вникают. Понимаете, господа, кураторы, которые скажут, да нет, ты не понимаешь, там такая схема, да ты что? Он, наоборот, сдерживает. Ну, ну, может быть, может быть, и сдерживает. Хорошо, если я ошибаюсь. Повторю. Но, на самом деле, на все это смотреть грустно. Так, что у нас еще? Хотят сократить российскую футбольную премьер-лигу до 12 клубов. Напомню, сейчас их 16. И вот пошла возня, пошла возня. Да слушайте, я вам дам наводку, пример. Был такой чемпионат ГДР по хоккею. ГДР, да, в те времена еще далекие. Так вот, там играло две команды с одинаковым названием. Динамо, Вейсвассер и Динамо, Берлин. Они проводили между собой 14 матчей, по-моему, или там 16. И выявляли победителя чемпионата ГДР по хоккею. То есть, в ГДР хоккея не было. Назовите команду «Газпром-1», «Газпром-2» и разыгрывайте между собой, между двумя командами, первенство России по футболу. Ну, футбола-то нет. Вот посмотрите. Значит, российские клубы потратили на трансфер в 2020 году 124 миллиона долларов. 124 миллиона долларов. Адовые деньги, кажется. Ну, на самом деле, значит, 94 покупки игроков, 260 продаж. Но лидером на трансферном рынке стали английские команды, которые потратили миллиард 627 миллионов долларов. То есть, ну, чуть больше, чем в 10 раз. Но футбол-то в Англии в 100 раз лучше, чем в России, а не в 10. В 100 раз лучше футбол в Англии. А может и в 200, а может и в 300, а может и в 1000, понимаете? А потратили они всего в 10 раз больше. По поводу сокращения российской премьер-лиги до 12 клубов. Я только за. И вот если футбол не появится, потом до 8 сократить, до 6, до 4 там. Да? И до 2 потом. Газпром 1, Газпром 2. И пусть играют. Так. Ну, что еще у нас? Посмотрим, что там. Терри, это снова. У нас в Эстонии, знаете, гипермаркеты уломисты, на лунках, кэшкоскориме, установили отдельные прилавки, на полках которых можно найти моющие средства. То есть это ранты, зубные щетки, пасты, туалетную бытовую бумагу и другие средства гигиены без упаковки в экологически чистые. Да, вот такое. Ну, что вы хуйну придумали какую-то? Это все без упаковки лежит, ходит все это лапой. Там такие люди появляются, с такими запахами. У нас же долго не продавались товары. Вот эти мыли, хуйля, тесторанты. И у нас люди пришли, знаете, вот к этим, к стандартам, блядь, живущих в дуплях, вот этих древних эстонций, знаете, они жили в дуплях, они жили в ямах, блин, даже куда. И вот теперь эту хуйню-муню хотят продавать, да, без упаковки. А мы привыкли, чтобы было все цивилизованно. Главное, чтобы нам вообще что-то продавали, да, потому что у нас этот локдаун и ковид, блядь, он уже просто нас до яиц достал. Вообще, конечно, знаете, вот эта болезненная ситуация, она влияет на новости. Вот смотрите, я захожу на посты вместе, ну, это портал, который новости дает. Значит, как незаконно пойманная рыба попадает из Чудского озера в ваш холодильник, блядь. На роликовых конках она попадает, блядь, в холодильник. Что вы писаете, хуйня? Вам не о чем написать больше, да? Или дальше? Главные новости, эстоний, студия, посты, мы станем ли Навальный разменной фигурой в дипломатических играх? Мы о чем думаем, блядь? А рыба из Чудского озера, и Навальный рядом, да? Ну, это вообще... Дальше идут вот этот мартиролог, да, вот этот, который... Партия реформ планирует саг за сагом идти к образованию на эстонском языке. То есть хотят, что русский все-таки уничтожит язык. К чему вы идете? Наш язык исчезает, эстонский. Благодаря русскому, да, благодаря вкраплениям, слово хуй, пизда, там, ну и так далее, да. Эстонский язык, а он становится богаче, да. Если мы забудем даже вот русский, даже вот эти вкрапления, то нам полный пиздец будет. Вот это новости Эстонии. Про Навального, несколько вот этих новостей, да. Страны Балтии призывают ее заказать давление на Россию, по вопросу Алексея Таванова. Чем вы, блядь, банками со спротами давить будете, которые никто не жрет уже в канцерогенах, потому что вы их вот это вот окунаете. Просто, бля, слов нету никаких. Ну что, на этом, наверное, я не знаю, больше вот сказать нет. Вы знаете, как этот Алеша Навальный, он на себя всю повестку... Отпустите его уже нахуй куда-нибудь, знаете, как это, со Сварснегерфейм, я тебя отпускаю. Ну что, подписывайтесь на Кота Костяна, обязательно в первую очередь сразу вот уходите, так что подписывайтесь. Потом на Изоленту подписывайтесь. На Саванище, обязательно на Саванище подписывайтесь. На Меркури. Много каналов хороших. На Немалахова в телеге подписывайтесь. С вами был Михаил Шканазаров. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...